На Ямале возобновилась прививочная кампания от гриппа. В округ поступила вторая партия вакцин. Получил их и новый уренгой. Впрочем, к врачу людей приводит не только профилактика. Статистика по заболевшим в новостях короткой строкой. Гриппа нет, а вот порог заболеваемости ОРВИ в Янау стал еще ближе. За неделю больше 5700 человек обратились в поликлиники округа с острой респираторной вирусной инфекцией. Пока это ниже эпидемического порога на 0,9%. 120 с лишним пациентам врачи поставили диагноз вне больничной опневмонии. Больше сотни из них лечатся в больнице. Чаще болели взрослые. Около 50% это ямальцы в возрасте от 18 до 64 лет. Опасные покатушки. Подростки в Новом Уренгое придумали экстремальное развлечение. За этим делом их снял новый уренгоец. Он стал свидетелем такого развлечения, пока стоял на парковке на проспекте Дружбы народов. Вначале на кадрах двое зацеперов. Потом к ним присоединяется толпа. Как рассказали в ГИБДД, если выяснится, что молодые люди уже совершеннолетние, их накажут, вынесут предупреждение или выпишут штраф. Если они младше 18, то их отправят на комиссию по делам несовершеннолетних. Не на пенсию, а в класс. На конце года на Ямале планируется обучить 500 предпенсионеров. Они повысят квалификацию или получат вторую профессию. Направление здравоохранения, социальное обслуживание, ТЭК, культура, сфера услуг, ЖКХ и другие. Центры подготовки развернуты во всех городах нашего округа, но есть возможность отправлять ямальцев на обучение и в другие регионы. Напомню, такая профподготовка ведется по национальному проекту «Демография». Ночная гостья. Краснокнижная полярная сова прогулялась по городу, точнее по машине. Все произошло в Муравленко. После того, как снимки и видео попали в сеть, под ними появились забавные комментарии. Например, теперь транспорт под надежным присмотром. Ученые тоже видели этот пост. Они считают, сова могла прилететь на Ямал с западного Таймыра, где для этих птиц был хороший год. А вот в нашем округе не очень. Основного корма леймингов было недостаточно для появления птенцов. Ямальские ученые будут благодарны любой новой информации о встречах с белыми совами. Сообщить об этом можно в Инстаграм.